Вы смотрите отзыв об отеле Нотоколым. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Агафонова Татьяна, который был в нем в 2017 году. Останавливались в Нотоколым с 5 по 9 ноября и с 11 по 15 ноября 2017 года. В отеле были рано, приехали первым автобусом на 6 часов 30 минут из аэропорта Бангкока. Надеялись, что сразу заселят, так и случилось. За это большое спасибо. Далеко не везде есть раннее заселение даже при наличии свободных номеров. Адрес отеля. 10 дробь 10 сои 11 Паттайя Бичерде. 20 260. Расположен в центре Паттайи, между Бичерде и Секунд Эрде. Все рядом, все в пешей доступности. Майк Шопен Молл, Централь Фестивал, Роял Гарден Плэза, Тукком, Теско Лотос, 711 Фэмили Марк, Волкинг Стрит, Найт Базар, Пирс, массажные салоны, обменники, всевозможные едальни и прочее-прочее. У отеля приятная зеленая территория. Номеры в отеле располагаются в основном 5-этажном здании с видом на море, сад и в трех-вторых этажных небольших корпусах с видом на бассейн. Около РЦ Эпшем. Есть книжные полки с немногочисленными книгами. Даже было два книги на русском. По отъезду мы добавили свои. Номер бронировали стандарт Full View. Пошли смотреть, предложили на первом этаже, угловой. Все идут мимо от, к бассейну. Даже не стали заходить смотреть. Попросили на втором этаже. С видом на бассейн все были заняты. Предложили на два этажа в главном здании номер 206. Нас все устроило и мы заселились. Оформление очень быстро. Депозита не было. Номер Connect, но соседи Индуса были тихие. Светлые, просторные, никаких посторонних запахов, никаких муравьев. Балкон. Сейф в шкафу, мини-бар, набор для чая. Кофе пополнялся ежедневно, два бесплатных бутылочки воды. Фен есть. Кондиционер расположен не очень удачно. Дует прямо на кровать. Мы опускали шторку вниз и прицепляли к кондиционеру плечики, вешалку, с футболкой. Тогда было комфортно. Для нас были высоковаты подушки, но не очень критично. Встречались отели с еще более высокими. Ванная комната оборудована большой стационарной и съемной лейкой. Удобно. Шампунь, гель, мыло и прочее присутствует. Не было зубных щеток и зубной пасты. Но это не в минус, а теле просто удивило. Ранее во всех отелях Юва, посещенных нами, присутствовали в обязательном порядке. Вода в ванне уходила хорошо. Полотенце, постель меняли ежедневно. Уборка ежедневно хорошо, хотя лебедей не крутили. Убирали всегда около 10 часов утра. Комары в номере встречались, несмотря на то, что территория обрабатывается. В фумигатор включали. Интернет бесплатный. Логин и пароль выдают при заселении на Рецепшн. Скорость нормальная. Оказалось, что в настоящее время номера в главном здании предпочтительнее, чем с видом на бассейн, так как рядом с бассейном идет стройка. Весна активная. Результат. Очень шумно. Но вечером работы заканчивались. Ночных работ не было. Шума соседних улиц слышно не было. Спалось замечательно. В бассейне вода чистая, хлоркой сильно не пахло, приятно прохладная. На фото слева, это и есть источник шума. Полотенца для бассейна, пляжи выдают. Меняют в баре у бассейна с 10 часов. Количество подходов неограничено. У меня на фото утро, еще никого нет. Здесь же складируют матрацы для лежаков. Здесь же можно ополоснуться. Туалет в главном здании напротив Рецепшн. Чистый, очень приятно пахнущий. Утром на Рецепшн выдают талончики на завтрак. Завтраки простые, без особенностей, но вкусно. Всегда есть выбор. Традиционно яйца во всех вариантах, два вида супчика, тушеные овощи, свежие овощи, колбасы, тосты, гнюсли, мясо, курица в разных вариантах. Рис по-разному приготовленный, оладушки, джем и другие. Мы точно не голодали. Некоторые блюда были островаты. Выходы из отеля два. Главный на Бич-РД, второй на Сойкул, с которого удобно идти на Секонд-РД, вечером его закрывают. Понравился персонал в отеле. Все доброжелательные, улыбчивые, охотно помогают. Оставляли бесплатный чемодан в отеле при поездке в Камбоджу. Пляж был достаточно чистый. Да и море вроде не грязное, но желание искупаться в нем не возникло. Маленький совет по питанию для незнающих пота и не имеющих своих любимых мест питания. Недалеко на Секонд-РД, если идти налево, находится Найт Базар. Пройдя его насквозь, есть весьма бюджетная точка питания. У нас на двоих выходило по 200-400 бат без пива. Ассортимент блюд небольшой. Вторая точка также на Секонд-РД примерно напротив Роял Гарден Плэза, там шведский стол по 200 бат с человека. Сами не опробовали, но наша и не наша публика достаточно активно подошла. А потом сами определитесь по предпочтительным местам питания. Экскурсии все брали через Машу, она же представитель фирмы Golden Sand. Отзывчивая веселая тайка. Пыталась нам помочь в желании поехать в Камбаджу до Сием-Липа на большом автобусе, взять только трансфер, присоединившись к какой-либо группе. Не сложилось, то не едут в нужный день, то очень поздний выезд из Паттайи, то очень ранний выезд из Сием-Липа, то еще что-нибудь. Но старалась. Вывод, отель в соотношении цены на чистосположение хороший. Рекомендую, но только по окончании стройки, уж больно некомфортно у бассейна и в номерах у бассейна при постоянном строительном шуме. Кстати, при бронировании почему-то ни на одном сайте в свежих отзывах не было информации о стройке. Хотя, быть может, для некоторых это не важно. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!